Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, видите, сижу у красивого мощного дуба моего друга. Сижу прямо спиной, чувствую его тепло. А он чувствует меня. Да, я могу сознанием своим уйти в самый низ корней, подняться к самым вершинам. Мощный эгрегор дубов. Мощный эгрегор, который работает. Мы с вами говорили о магии дубовых рощ. Потому что часто физически мы не можем противостоять тем паразитарным силам, которые захватили физическую власть в этом мире. Но они нас естеством, а мы их колдовством. Как говорила, знаете, говорила Баба-Яга в одном старом советском еще фильме. Ну что же, друзья мои, хочу вам прочитать письмо, которое мне написала одна подписчица. Ну, письмо о том, что люди используют магию для того, чтобы защитить свой родной край, свой дом от пришельцев, которые пытаются разориться, разорить все. Да, так много они разорили. Вот этот дуб, конечно, он тоже стоит здесь все время на месте, но он связан своими корнями с огромным количеством дубов, с эгрегором дубов. И здесь, и по всему миру. И в Грузии, и в Китае, и в Америке. Да, мощный, сильный эгрегор дубов. И особые магические рощи, священные рощи, которые в каких-то случаях могут использоваться для того, чтобы энергия хорошая шла, чтобы очищать землю. А в каких-то случаях используются для того, чтобы взять силы паразитов и пустить их на благое дело. Да, может быть, скажете, это черное колдовство. Нет в этом мире черного и белого. Паразит должен удобрять с собой землю, даже своей энергией. Поэтому, друзья мои, как-то я вам сказал, что шутки кончились. И эти дубовые рощи, которые посажены мной, посажены моими друзьями в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Воронежской, в Московской, в Тульской, они сажились не только сейчас, но еще и раньше. Поэтому они работают. Они работают. И кто-то из паразитов начинает просто уходить, питая своей энергией. То, что он своровал, украл у этой земли, отдает им все долги. Да, даже некоторые вам известные персонажи, да, такие вроде как бы смешные, как некий доктор Мамаев, да, который пытался уязвить нашего шаманушку дорогого. Не безызвестная вам жаба, бедунья, которая пытается охотиться на светлые души и питаться их энергией. Да, вот чем больше они это делают, на них специально заряжено, что чем больше они гадят, тем хуже им становится. Ну что же, это для них не что-то пагубное, а учение. Да, учение как бы как собаки Павлова. Загорается лампочка, происходит что-то. Если они делают что-то плохое, они получают понижение своего уровня очень серьезно. Вплоть до гибели. Ну, это все мелочи, друзья мои. Это мелкие персонажи, коих просто нужно воспитывать. А вот крупные, те, кто губит землю эту, вот они заслуживают гораздо большего. Ну, друзья мои, вот о магии, в том числе и дубовых, священных дубовых рощ. Мистик, дорогой, приветствую. Меня зовут Маргарита. Давно хотела написать про дубки. Они делают свое дело еще как. В 20-м году жители выбрали меня на должность главы маленького северного поселка в Ненецком округе. Мы шутим, что находимся на южном берегу Карского моря. Выборы были сложные, потому что государственная машина была против меня. Даже работа шла более-менее хорошо, даже удавалось решать старые поселковые проблемы. Пока к нам на должность губернатора не прислали ставленника, так сказать, бабы Вовы, ФСОшника Бездудного. Слышите фамилию. Бездудный. Говорящий фамилию и говорящий морды у каждого из этих паразитов. Он из Московской области руководил Одинцовским районом. И тут началось. Такого откровенного и наглого выроста мы еще не видели. Он заменил почти всю команду, приволок своих дружков. Теперь главным стал не профессионализм, а лизоблюдство. Я не юрист и не менеджер простой библиотекой, но я честно работаю за свой поселок, за своих жителей. Бьюсь до конца. За это мне и стали мстить. Значит, это военный поселок, бывшая военная база. Раньше она процветала, сейчас медленно умирает. От военных остались тонны металлолома. Это корень всех бед. Мы не даем воровать этот металл, а его миллионы тонн. И я стала личным врагом этого залетного мажора. После сеанса с вами стала активнее заниматься энергопрактиками. И чем больше занималась, тем хуже становилось отношение с властью. Никогда не знаю, что этот, так сказать, бабе-вовин подкидыш выкинет в следующий раз. Его команда стала стравливать руководителей поселковых предприятий со мной. И многие пошли на это. С его поручения в поселке стали распространять слухи, что моя дочь не от мужа, что я алкоголик, взяточница. Даже деньги подкидывали около 700 тысяч. В местной прессе полоскали знатно. Он закрыл нашу школу, перевел детей в аварийный детский сад. Мы третий год бьемся, чтобы построили новые здания. Все никак. Строить школу здесь? Да никогда. Он закрыл больницу и взамен привезли здание здравпункта, собачью будку. С его ведома уничтожили наши коммунальные предприятия. У нас рушатся дома. Он говорит, что уютно, как у бабушки. Они открыто говорят, что поселок им не нужен. И какая-то мерзкая, ну вот, фамилию я не называю, которая что-то там требует. Нас заставляли следить за семьями. И там, где муж с женой крепко поругались, приходить и предлагать мужу записаться добровольцем на войну. Или найти человека, которого гномят на работе, подойти к нему с таким же предложением. Вы понимаете, что эти перлы спускались сверху. Мы с командой отказались участвовать в этой мерзости. Честно врали, что разговоры ведутся сами. Пальцем не шевелили. Даже так же было с намордниками и этой, как говорится, жижизацией. В общем, картина понятна. Это не жалобы на тяжелую жизнь, а обрисовка ситуации. Чем больше я работал с энергетическими практиками, тем куже складывались отношения с губернатором и его прихвостями. Когда становилась совсем не в моготу, то каждый раз говорила себе, что это временные трудности. Они нас закаляют. Глубоко вдыхала и шла дальше. И недавно, в конце сентября, губернатор снова решил посетить наш поселок. Выбило время, чтобы облить нас грязью в мое отсутствие. Помоев ожидалось много. Моя помощница, молодая девушка, зачем ей эти нечистоты? И я закрыла его и его команду плотно туманами укутала. Все получилось, и нас даже хвалили. Я не могла понять, с чего вдруг. Да грязь была, угрозы были еще какие. Много. Но наедине я публично чуть не дифферампы. А, наедине, он мне и говорил. Это очень подозрительно. Потом пришла информация, что у губернатора земля под ногами горит. Что-то случилось около месяца назад, и он как с цепи сорвался. Постоянно летает в Москву, сидит там безвылазно, срывается на починенную. Сейчас его опять нет. Укатился своим помощником. Никак не могла понять, что произошло. Потом вдруг вышло видео про работу молодых дубовых рощ. Что все паразиты это почувствовали. Мистик дорогой. Еще как почувствовали. Вы видели бы эту бесконечную истерику губернатора. Он превратился в истеричную бабенку. Я не злорадствую. Мне его даже жалко. Истерят не только он, но и его приезжие дружки. Но и местные подхалимы. С другой стороны, он сознательно исполнял и притворял в жизнь всю спускаемую мерность. Нам даже дышать легче стало. Так что дубки работают. Еще как работают. Видите, драгоценные мои. Но дело не только в дубках, а в энергии этой женщины и ее помощников. Что она осознанно начала гасить этих мерзавцев энергетикой. Потому что юридически вы их не победите. У них всегда сила. Всегда они вас судами задавят. А вот энергетически, туманами и еще более жесткими методами, надо их просто давить. И, да, видите, человек хороший и даже вызывает жалость. Да, вот эти паразиты, когда вы их прижмете, они начинают верещать. И вам кажется, ну что-то я, может, переборщил. Да, ну все-таки люди, все-таки как бы не надо их совсем-то в землю взгонять. Да, вот, друзья мои, я часто испытываю те же чувства, когда, знаете, вроде придавишь какого-нибудь этого клопа. А он начинает верещать, говорит, да у меня же дети, у меня там это, у меня то, у меня котик мягкий на этом спит. Ты действительно думаешь, ну, собака тебя, вот ради кота только и пощажу тебя. Вряд ли ради чего-то еще. Друзья мои, видите, магия – это жесткая работа. Часто бывает жалко, действительно жалко. Думаешь, что ж такое там, какая-то бедунья, да, там, милая старушка, которая говорит, может быть, о чем-то, да. Но сколько она загубила душ, да, вот этой своей, потихонечку, полигонечку. А сколько вот эти большие паразиты давят людей, да. Кто-то какая-то бедунья сожрет, ну, как кого-нибудь одного, да, с жизни спортит, удачу украдет, здоровье. А вот эти целые земли, да, вырубают леса, выкачивают, закрывают медицинские пункты, и люди умирают, закрывают школы, чтобы дети были необразованными. Да, вот так вот. Ну, видите, вот признак хорошей души. Даже паразитов в чем-то становится жалко. Но, понимаешь, ставишь приоритеты, что важнее. Поэтому, друзья мои, и дубовые рощи, и ваши намерения, там, где вы живете, поэтому всегда вам говорю, держите свое пространство. Если у вас нет физических сил, давите их энергетически. Давите энергетически. Вот этих руководителей поселков, руководителей области, если чувствуете, да, вот откровенно через вас свою душу чувствуете, это паразит. Значит, накрывайте туманами. Ставьте печать. Берите на себя ответственность, потому что вы не только от себя, а от своей земли. Если они вырубают леса, если они давят людей, значит, туда же им и дорога. Питать своими силами, становиться действительно энергетическим удобрением. Так что, драгоценные мои, магия дубовых рощ, да не только их, ваша собственная магия. Когда вы говорите, я могу за себя, за взять ответственность. Кармическая это ответственность? Да, друзья мои. Да, если вы придавите паразита, ну, вы, наверное, понесете кармическую ответственность. Но Польза Вред Польза превышает вред. Все, драгоценные мои, пока, счастливо.